Здравия, воины! Я благодарю всех за отзывы, особенно за такие. Как присоединиться к вам? Можно ли научиться? Одно ли можно оказать помощь в вашем деле? С чего начать? Такие вопросы поступают с завидной регулярностью. Несмотря на то, что с чего начать, я уже сделал несколько видео и изучаем карандаш и искусство задавать вопросы и так далее. Я отвечу еще раз. Попробую записать видео о том, с чего начать. Начать можно с чего угодно. Неважно, с чего ты начинаешь. Кривая выведет. Все дороги ведут в Рим. Рано или поздно уровень сознания достигнет, критическая масса информации достигнет того уровня, когда ты начнешь как-то, как-то вот вообще каким-то образом регулировать свое сознание, дисциплину ума и энергию. Потому что все на свете лишь информация. Информация, которая управляет энергией. Поэтому, чтобы контролировать энергию, спрашивают, как научиться этому? Именно научить себя. Ну, как можно научиться ездить на велосипеде или на коньках? Собственной жопой можно научиться ездить на коньках. Вот когда попадаешь некоторое время или с велосипеда попадаешь или с коньков, неважно, то научишься держать баланс, делать определенные движения, которые поддерживают этот баланс и делать все автоматически. То есть, нужно тренироваться самим. И тренировки идут через ментал, через мозги. Поэтому с чего начать? Чем выше уровень сознания, тем выше уровень энергетики. Поэтому начинать нужно с развития сознания. Рекомендую с логики. Потому что именно логика, именно критическое мышление помогают развить некий баланс, некую гармонию в сознании, дисциплину мозга и уровень энергетики. Чем выше уровень энергетики, тем больше удачи и всего прочего в твоей жизни. Тем больше осознанности. Осознанность это ключ. И для того, чтобы повысить осознанность, нужно первое развивать критическое мышление, второе нужно скажем так, прокачивать мозг. прокачивать мозг логикой, прежде всего мужикам. У женщин немножко другое мышление, оно более эмоциональное. Точнее, это эмоциональный разум, оно не более эмоциональное, просто сплошная эмоция. Нам говорят, что мы одинаково, имеем равные права, да ни хрена подобного. И способы мышления, способы действия разные. поэтому женщинам порекомендую побольше эмоционировать, но в нужную сторону больше чувствовать. А вот мужикам это логика, это психология, это развитие именно ментала, прокачивать. И в этом плане поможет просто тренировка аналитики и формирование цельного мышления. Враг сейчас делает все так, чтобы нас отупить немножко и сделать мышление фрагментарным, абсолютно разрозненным, не связанным. Так вот, выход в изменении сознания, в изменении мышления, в развитии цельности мышления, единства, где все связано со всем. Я говорю, у меня шизофреничное мышление, а вот саратик поправляют апофиничное мышление, где все связано со всем. Это сверхэффективное мышление у врага такое мышление, не поняв мышление врага, не поняв себя и не победить. Поэтому нужно побеждать, а побеждать только развивая сознание. На любой войне война это кто кого передумает, поэтому нужно передумать. А с чего начать, да с чего угодно. Можно inspiration, воодушевление найти в букваре. Для того, чтобы восстановить цельное мышление, нужно понять, кто мы, что мы, когда мы и куда мы идем. Для этого рекомендую например начать с изучения деталей. Как тренировку, ну рекомендую например вот этот источник, изучая старые фотографии. Хороший, казалось бы, ну ни о чем не говорящий альбомчик. инжиниринговый инжиниринговый департамент США. Инженеры. Геолог. Эксплорейшн, сороковую параллелью. Подсказываю, сороковая параллель это, скажем так, не то, что нужно было исследовать. Это не семидесятая параллель в Канаде. Это сороковая параллель, которая и смотрите, вот например, казалось бы, ни о чем не говорят вот эти вот фотки, но простой анализ показывает, что это, что тут нет травы, тут нет ничего, тут нет никакой растительности, никаких деревьев. Рекомендую вот это вот источник галика. Есть много других фотографий 19 века. Тут есть оплавленные скалы, тут есть сожженные верхушки, мегалиты, монолиты и прочее. Казалось бы, что может сказать вот эта фотография? но она может сказать многое. Я даже ее сохраню. У меня очень много таких фотографий, где я изучаю такие вещи. Как говорят дьявол, я не могу сказать, что дьявол. Назовем это ключ. так вот ключи хранятся в мелочах. Еще один источник, который я рекомендую для анализа, для развития логики, это вот это пин терест. Старые фотографии отвечают на очень-очень много вопросов, если правильно задавать эти вопросы, если уметь смотреть, с чего начать? так вот, с тренировки критичного критического мышления, с попытки понять логику, с задавания вопросов, с анализа, как вот это вот все было построено в 19 веке. Так вот, с чего я рекомендую начать? Исследование 70-й параллели. Альбом 1869 года. В это время шла гражданская война, так называемая, якобы за независимость, гражданская война, о которой никто ничего не говорит. Есть куча фотографий этой войны, но нет фотографий южан, так называемых. Есть фотографии одной стороны, есть фотографии разрушений, есть ролик на канале, есть на этих фотографиях дома, есть высотки, есть высокотехнологичные сооружения, есть пушки, И есть разрушения, которые нельзя нанести оружием того времени. И здесь мы тоже самое видим. Exploration. Сами фотографии тоже о чем-то говорят, если уметь правильно их смотреть. Вот этому мы сегодня и будем учиться. Все вместе. Воин, прокачивай сознание. Прокачивать сознание, вот тренировочку тебе даю. Какой Exploration в 1869 году? Декларация независимости и прочее. США основаны 1700 по официальной версии 4 год. Уже идет война между, как говорят, индустриально развитым севером и югом сельскохозяйственным. Ну где тут сельское хозяйство? Где юг и где сельское хозяйство? Я вот не могу понять-то. Какое сельское хозяйство тут? Тут никакого сельского хозяйства нет. Это раз. Второе. Характер местности говорит, что там очень давно нет никакого сельского хозяйства. Вот этот альбом. Но самое интересное. Сейчас попробую увеличить. Но самое интересное в другом. Даже не в карьерах, которые там явно видно, что что-то большое зачерпывали экскаватор. А в том, что называется. Инженеры осваивают. Дикий запад. Осваивают. Совсем не спалились. Как можно осваивать то, что уже 170 лет в стране. Уже война с Мексикой по официальной версии была хер знает когда. То есть намного южнее сороковой параллели. Намного южнее все было. Даже в названии можно находить ответы. Без поиска. Самостоятельного поиска. Не прокачать. Не научиться. Не начать ничего делать. Вот в этих вот фотках тоже много-много чего интересного. Как и вот чем вот это сделали и так далее. Но это уже современное. Другой источник, который рекомендую. Та же галика. Фильтры. Берем для прокачки сознания. И смотрим. Фотки. Фотки 19 века. И вот они здесь все. Идем дальше. Например. Египет. Вот чем это делали. По официальной версии это делали рабы. Причем медными зубилами. Но тут есть шлифовка. Тут есть 3D явно выпиленные. Тут вот сейчас это без 3D станков. Станков не делать. Без механической обработки. Это баян. Это понятно. Но. Если правильно задавать вопросы. Искусство задавать вопросы. То можно получить очень правильные ответы. Поэтому. Сейчас давайте вместе учиться задавать вопросы. Остатками чего, например. Вот первый вопрос. Были эти стены. Вот эти фотографии только сейчас появляются в отсканированном виде. И благодарность огромная этому источнику. Галлики. Раньше это не было предметом рассмотрения. Никогда. Тот, кто хочет научиться чему-то, должен прокачивать сознание. Один из путей я показываю. Заодно мы ищем ответы о нашем прошлом. И ответы в старых фотографиях 885 года. 1958. Не важно. Важно, что вот это рабы сделать не смогли. А если бы смогли, то должна быть цель. Я кое-что тут поскачивал. Сейчас мы перейдем. Я просто показываю, откуда я все это взял. И сейчас мы рассмотрим более детально все эти вещи. Я показываю, откуда я наскачивал эти фотографии. Вот это. Как ножом срезало. Причем основание на месте. Что это могло быть? По официальной версии это землетрясение. Но ни одно землетрясение вот так ровно не срежет. Это определенное оружие. Действующее на большой площади. Которое не имеет ударного характера. Это срезано. И оплавлено. Это энергетическое, высокотемпературное оружие, неизвестное нам характера. Иного объяснения. Если кто-то может подсказать иное объяснение, пожалуйста. Так вот. Мы живем во вранье. Вот это вот не могло быть сделано вручную от слова совсем. Давайте вместе посмотрим на эти фотографии. Если кто-то куда-то спешит, пожалуйста. Если кто-то ждет эмоций от моего канала. Я принципиальный противник эмоций. Потому что тот, кто манипулирует, тот прежде всего вызывает эмоции. Я принципиальный противник любых видов манипуляций. Манипуляции это к троллям. Их много. Их немеряное количество. Поэтому давайте-ка займемся спокойным анализом того, что мы видим. Чтобы прокачивать именно сознание. Потому что эмоции вредят сознанию. Соответственно, развивать сознание можно только без эмоций. Отключив его. Вот это явно нижняя половина. Где верхняя половина? Куда делось? Что могло ее снести? Итак. Я уже показал, откуда я все это взял. Источники. А сейчас мы бегло пробежимся. По фотографиям. Но я их буду открывать в другом месте. Другим способом. И мы попробуем порассуждать. Что, откуда и как появилось. Тут даже вот есть такое. Определенные черепа, якобы. В общем, много чего интересного на тех двух каналах, что я показал. На тех двух каналах. Это пинтерест. С разными рисованными фейками 19 века. Потому что все, что у нас есть. Включая так называемую библию и прочее. Это 19 век. Вот у меня тут есть некоторое количество, да, отстаньте, этих фоток. И давайте смотреть. Вот я там скачал некоторые фотки. У кого какие мысли по поводу всего этого? Это типа Пекин. Но как вот это вот сделали? Шанхай. Пагода. Крыши. Следующая фотка. Все заилино. Явно выпадение чего-то большого. Пригороды Шанхая. Но в то же время на крышах мы видим некие антенны. Хорошо, идем дальше. Египет. Что мы здесь видим? Мы видим огромные колонны, которые вручную не сделать. И люди, которые занимаются раскопками. Причем это французский археологический институт. Но это уже конец 19 века. И мы видим разный цвет. Наверху он более темный почему-то. И вот тут черное прям. Как будто следы оплавления. Как это можно делать вручную? Куча подтверждений с фальсифицированной истории. Как американская, где есть небоскребы в 1850 году, но в то же время есть исследования каких-то территорий. Неисследованных. Так и Египет. Никакого песка. Просто выжженная земля. И раскопки. Грубые бедуины, которые никак не могли обработать вот эти вот камни. Ну никак. Вот это тоже без 3D станков не сделать. У кого какие мысли по этому поводу? Что вот это за сооружение? Вот этих фотографий нет нигде. Эти фотографии вылазят только сейчас. Давай бегло просмотрим воин. Что мы здесь можем видеть и понять. Вот как это сделать вручную? Как? Вот на таком блоке. Нам еще говорят, что... Вот это очень интересный прибор, кстати. Он много где фигурирует. У кого какие мысли по этому поводу? Вперед в комментарии. Нам говорят, что все брали вот огромные монолиты, огромные стелы и тащили. В Вашингтон, в Рим, в Константинополь. Даже в Ветеринбурге такое есть. Какая-то стелла. Да тут в Орле есть стелы. В Питере такие стелы огромные, монолитные, якобы привезенные из Египта. Вот эта вот хрень весит тонн пять примерно. Даже если плотность как у воды, можно посчитать объем. Даже полтора на полтора и на четыре. Кто хочет, может считать. Вот это вот какой-то резонатор над головой. Вряд ли это прическа. Это не часть прически. Прическа заканчивается здесь. А вот тут показывают некий объем. Интересно. У Болдынкова вроде была теория на этот счет. Не готов сказать, что я ее разделяю. Вот как сделали вот это. Вот как. Кстати, качество фотографий отличнейшее. Просто прекрасное. Сейчас такого... Я когда-то в советское время пытался заниматься фотографией, у меня постоянно и фотографии смазывались. И качество было ужасное. И при проявлении косяки. И так далее. Вот эти фотографии в девятнадцатом веке, чтобы их получить, а я делал фотку про стекло, нужно иметь кристалл высокой. Плюс его отполировать, чтобы просто линзы сделать. А как сделать вот такие линзы? Они довольно толстые. Это нужна высокотехнологичная химия. Вот какие выводы мы можем сделать, смотря на эту фотку. Во-первых, качество фотографии, качество бумаги, качество химии для проявителя, закрепителя, отвердителя и так далее. Это сложная процедура. Кто занимался фотографией, проявлением, тот знает, как это при красном свете развешивать, чтобы это все просохло, проявилось и так далее. Это уже говорит о том, что в середине девятнадцатого века из ниоткуда появилась химия, которой раньше не было. Второе. Сама фотка. Третье. Фотоаппарат. Этой технологии, я смеюсь сказать, ранее не было. И тут сразу вот такого качества фотки появились из ниоткуда. Подозрительно, что это. Даже не буду своей версии говорить. Пиши в комментариях, воин. Третье. Что мы можем сделать? Понятно, блоки. Вот это вот. Какие выводы еще можно сделать? Что это заливка. Ни разу не вытачивание. Вот это вот похоже на железо. Не буду гадать. Еще какой вывод. Вот это все не камни. Это все залито чем-то. То есть в таком виде хаосом, чем это могло раскидать, как кубики такие вот. Вот это явно так не задумано. Но это оказалось внизу, сверху закидано блоками, а потом залито вот этой вот непонятной. Именно залито, потому что оно проникло во все. То есть когда-то там еще была вода до высыхания. Значит, это выпало сверху и проникло все. То есть глина эта появилась из ниоткуда. Что это может быть? Я думаю, все ответы на сайте и на канале Цельнозор. Замечательная фотка. Тоже раскопки, тоже глина. И выжившие. Да, немножко тут засвечено пятно. Потому что одна фотография, точнее, не засвечена, прилипла к другой из-за условий хранения. То есть вот это дальше было продолжение. Это часть чего-то. Это не для помолиться поставили три столба и на этом успокоились. Это часть. И не храма. Храм это место для помолиться. Все это технические, целевые сооружения были. И об этом есть куча роликов на канале. Опять же, свидетельство чего-то, какого-то непонятного оружия, которое просто обрезало вот эти вот колонны и снесло вот это вот. Что это, кроме как ударная волна от большого взрыва, похожего на ядерный, сопоставимого по мощности с ядерным. Потому что вот эта колонна была. И она около полутора метров в диаметре. Что могло ее срезать? И вот это вот. И вот это. Вот тут следы воздействия. Вот тут выстояло. Вот как пошло. Вот срезание. Вот оно. Эта волна некая шла параллельно Земле. И у меня есть некая память. Может быть, кто-то думает, что фантазия. Не важно. Это называется плоскостной взрыв. Определенный взрыв, он идет в плоскости. Плоскостные бомбы. Они были у обеих сторон, воюющих. Потому что вот это выжило. Понятно, Земля выжила. Но это шло параллельно Земле. Вот оно. Вот как срез. И это не эрозия. Это сколько нужно наэрозить, чтобы вот так вот тут были следы оплавления. Вот оно. Как срезано. Прокачиваем сознание. Сдаем себе вопросы. Способ развить логику. Преподавали довольно неплохо. У меня была пятерка. Любимый предмет. Рекомендую всем. По крайней мере, причины следственной связи. После не значит следствие. Просто такие задачки. Докажи обратное. Теза, синтеза. Ну, докажи обратное место. Там у всех ежиков есть иголки. У елки есть иголка. Елка, ежик. Докажи обратное. Или все рыбы живут в воде. Кит живет в воде. Кит рыба. Ну, какие-то млекопитающие. Вот, докажи обратное. Использую минимум посылок. Двумя посылками дополнительными. И так далее. Вот тут как все срезано. И вот это. Круглые почему-то приняли удар на себя. Квадратные. И более сложные формы. Поскольку они другие поля вокруг себя делают. Они выжили. Они выстояли. Это говорит о том, что Скажем так, природа вот этого воздействия Нам была неизвестна. Учимся задавать вопросы. Рассматривая Старые фотографии С точки зрения логики. Вот тут мы видим Храм. Так называемый. Вот колоннада, волноводы. Это все сверху похоже на плату. Понятно, что вот это вот Не ребенок с кубиками игрался. Большой-большой ребенок. И вот такая картина массовая. Это не один храм разрушенный Землетрясениями. Это землетрясение было единовременно И массово по всему миру. Глобальное. Раскопки. Высота культурного слоя. Вот тут метра Ну, полтора. Соответственно, около шести метров Культурный слоя. От четырех до шести метров. Это что могло так засыпать? И что могло единовременно уничтожить всю растительность? Вот фотографии подтверждают. И таких фотографий полно. Вот зачем нужны колонны такой формы? И вот смотрим. Это монолит. Тут ничего не положили. Чем поднимали в те времена на такую? Как это все вот такой сложной формы выпиливали? И что с растительностью? Если это колодец, то чем его выкопали и как выложили потом? Так филигранно. Если это просто колодец. Опять же, не волноводный, не резонетный, чтобы вибрации снизу подавать. Это колодцы достаточно скважины. До дождевую воду собрать, что угодно. Это не колодец. Вот это опять пример того, как разные материалы слепили в одно. Вплавили друг в друга. Вот тут не обработаны, тут обработаны. Но вот это все один монолит. Как в статую Монферрана, в Исаке, так называемом Монферрана. Несколько камней, несколько материалов. Смотрите, технологичный Исакий. В мой ролик там очень хорошо показано, что один материал переходит в другой. Что в Питере, что в Викете. Технология одна. Ускоряемся. Потому что фоток много, а времени мало. Уже полчаса ушло. Сразу смотрим и задаем вопрос. Как это сделали? Почему скошен нос у всех статуй по всему миру? Что хотели скрыть? Эт нос. Эта нос. Эт нос. Происхождение. Какие носы были у всех нас? Что это было за здание, где вот эта вот лишь стена? А это часть колонн, которую поддерживали. И зачем такое количество колонн внутри здания? Что это было за здание? В то же время мы видим вот такие вот самманы. Могли вот эти люди, которые по официальной версии там жили, строить то, что мы видели? Вот это вот. Тоже вопрос. Всего лишь вопрос. Частью чего это было? Что вот так оплавило? Чем можно вырезать вот так из монолита? Вот этого сейчас ничего нет. Это осталось лишь на фотографиях. Вот это все следы великого прошлого. Чтобы не задавали вопросы люди, уничтожили. Оставили немножко то, что нельзя стереть. Потому что у нас храмы почему-то в запустении, причем даже в Англии огромные готические соборы. И горят церкви, и Нотр-Дам сгорел случайно. Чему там нахрен гореть? Как он может гореть? Тысяча церквей по всему миру. Это у нас... Ханой, что ли. Вот здание явно не... Тоже 19 век. Европейское здание. Светильнички одинаковые. Французы-захватчики пришли и начали строить такие здания. А где они взяли технологию? Где они взяли стройматериалы? Материалы? Почему первый этаж закопан и так далее? Вот эти люди построили. Сомневаюсь. Вот это европейское здание. Откуда оно в Ханое? И так далее. Вопросы, 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 вопросы. Египет, Шанхай, то же самое. Смотрим корневой каталог. Это огромная высота. Как и чем это просто изображение делали? Продолжение следует... тоже самое все с галеки все с галеки вот этого всего сейчас уже нет это можно посмотреть только на фотографиях вот что могло вот так вот обрезать и свалить раскидать что делают эти фотографии люди они позируют для фотографий вот это следы оплавления ничто иное как оплавление причем разрушены потолки вот тут больше вот тут меньше соответственно вот отсюда пошла ударная волна вот она вот отсюда шла уже даже можно понять под каким углом замечательные зрелища вот это амфитеатр и нам говорят что вот это вот все огромное сооружение просто чтобы послушать опять же эти позеры как и на пожарах 906 года как пожары там 870-х годов виде все горит а тут появляются какие-то люди такие же прогуливающиеся парочка по позировать у меня просто зла не хватает аналогичная ситуация и аналогичные вопросы вот это вот часть 1 вот тут большое одно сооружение назвать его зданием когда она без крыши я не могу это техническое сооружение вот это вот волноводы смотрите курс антенны наверху то же самое что могло вот человек стоит высота ну если это условно даже полтора 3 4 5 6 7 8 9 10 метр 18 примерно если брать один из таких человек это очень на вскидку очень так же вот как вот это все сделано непонятно давайте просто полюбуемся как сделано вот это вот вот это вот как сделали каждый прыщик виден каждая мышца на всех статуях это сейчас сделать нереально что-то наверно у него было в руке что-то показывают причем ноготы не стеснялись люди и это было сделано до потопа то есть была совершенно другая культура не христианская с религией вообще-то не связано христианского тут ничего нет от слова совсем аналогично вот эти позеры меня достают иногда что могло бы отрубать вот эти руки головы этим статуям какой удар мощнейший это небольшая кувалда от кувалды бы таких поражений не было это другие статуи и сейчас не найдешь вот этой колонны сейчас нигде нет от слова совсем реально вот эти лица я не про этих уродов вот это вполне европейский даже русский тип лица широкая кость относительно и несмотря на цену то что статуя цельная нос отрублен носа нет практически головы нет вот это вот ювелирно сделано это даже не залить как это сделано я не знаю но то что у нас была супер цивилизация гармонии красоты это факт поэтому ту тварь которая все это уничтожила нужно уничтожить даже на информационном квантовом уровне чем я и занимаюсь никакой растительности остатки чего-то опять все как срезано аналогично вот это якобы чтобы послушать то что ну спортом люди любили заниматься поэтому не на стульчике смотрели не просто на землицы сидели нет надо вот из камней сделать такое сложное сооружение аналогично это ни разу не вибрации создается в центр на конус чтобы потом их дальше передать нет это не вибрационно-волновые технологии у нас энергетика была такая из вибраций определенное вещество красного цвета получал энергию при получении вибрации земли энергии земли вместе с вибрациями энергии земли передается некая назовем это эфир это не для того чтобы сфокусировать все в одно место и потом просто ее взять сконцентрированно и передать дальше нет волноводами то вещь колонами это просто чтобы ну вот любили древние греки и египтяне тиреи все остальные слушать и вот поэтому вот такое гигантское сооружение сотворили ну вот просто чтобы попеть просто чтобы попеть причем все отмечают что там акустика классная то есть реверберация то есть отражение от звуковых волн вибрационных то же самое вот это все просто чтобы помолиться ну вот не иначе вот хлебом не корми сами вот жили вот в коз до или а вот это как-то делали аналогично чем вот это все срезано что за волна была почему они с определенным шагом и без каких-то крыш вот это вот что такое зачем просто так монолит по всей длине идет как вот это сделали и почему вот это в африке а это в африке аналогично эти позеры достали но вот тут что это это заслуживает отдельного рассмотрения каким образом здесь арматура а это что бетон но 19 век бетона еще в фаминии не было а вот это вот для украшения либо это все-таки конус делали волну такую определенный меандр тип волны меандр в общем свастика меандр не суть важно что закругление завихрение вот идет энергия завихряется идет дальше вот это вот все токопроводящие скажем так энергопроводящие и поэтому тут определенные вихри создавались и вот это вот вот это такое в питере есть на фасадах нашел совпадение что ли один дизайнер интересно смотреть старые фотки просто интересно иногда да да что там подзавис то же самое целая композиция тут внутри арматурина значит что значит заливали вот здесь то же самое что такое вот как вот это вот наклонилась от усталости что ли не дошел куда то а аналогично вот это что за сооружение полукругом и куда делать все остальное куда это снесено вот что это за купол вот он сто лет здесь никому мягко говоря не нужен но то же время мы видим каменный купол то есть тут было очень много таких зданий и сооружений вот оно и они резко все пришли в запустение и придя в запустение вот это вот не успела покрыться растительностью редкие редкие тут деревца как такое могло произойти кто то верит официальной истории пожалуйста пишите в комментарии это тоже просто амфитеатр чтобы послушать то что делается здесь ну петь люди любили надо же опять же не для того чтобы тут вот тут что-то стояла некая стела она собирала все вибрации как а сверху стоял мячик такой осмелись предположить с ртутью красного цвета и вот вибрациями она активировалась это ртуть вибрациями как и все на вибрациях то есть купола тоже вот эта красная ртуть создавала стоячую волну с помощью рупора рупорные антенны вот это вот купола это не что иное как рупорная антенна большая смотрите серию звук смотрите серию антенны прошлого воина думаете все на канале вот это чем и как делали головой продолбили наверное явно продолбили причем вот это вот сложено это остатки чего и таких очень очень много вот это вот остатки чего угол не просто так красный угол тут просто молились стояли раком и долбясь головой сливались с богом или все таки так в колено на преклоненной пузе вызывали какого-то бога неважно какого или все таки есть другое объяснение как ты считаешь и почти куда дели все деревья куда и что вот так вот могло испещрить и оплавить колонны это явно другой цвет это явно оплавление и что могло вот так вот в песок в пыль в камни в мелочь в щебень и разнести колонны то же самое ничего нового гигантские мегалитические сооружения один резонатор в другой или кто думает что это дверь а не ступенчатый волновод есть такой ступенчатый как рупорная антенна один потом второй какой у нас больше и третий что вот там вот не стояло ничего это вот не щелевая антенна просто каменное исполнение потому что энергетика другая провода нахрен никому не нужны на самом деле они только для переменки нужны переменка это самый говеный вид энергии электричества электричество это не единственный вид энергии а из электричества нам дали самый говеный потому что за него можно платить счетчик поставить все остальное бесплатно то же самое это часть чего-то здание либо это просто волна вот способ накачки на наращивание и передачи энергии а есть такой форма стоячей волны переход энергии придется по волноводам а не по проводам другой вид и и вот это вот все вот это вот это для свечей исключительно для свечей да какая официальная версия а вот это вот все тоже ну железа много поэтому решили вот освещать вот так а как там свечи менять наверное прыгать или постоянно с лесенками бегать да то есть вот здесь вот нету что было бы логичнее пришпандорить вот сюда вот на уровне глаз где чаще всего купола нужен свет канделябры свечечки и все освещать вот на этом уровне но вся копоть есть наверх но копоти нет нигде слову совсем нет нужно с центра купола протащить металлосвязи и тут вот чтобы как то все горело какие-то кругляшки кругляшки какие-то надо же вот свечками вообще не пахнет вот но это середина 19 века кругляшки какие-то светятся получается так металлосвязи идут и тут без второй без второго проводка вот они однотипные везде вот такие вот купола а это на чтоб копоть собиралась да купола и опять какие-то свастики любили же египтяне свастики вот они куполочки вот они родимые вот это вот что ну железа много повпихивали ну понимаю так строили бывает вот могли вот эти люди построить вот такое далее что самое интересное вот оно резонатор или это все-таки полумесяц просто так стоял как рожки дьявол а шо ж они сейчас все поменялись то почему сейчас полумесяц нигде вот такого нету как раньше или это все-таки резонатор так вот тут что наверху тоже сложно сказать но наверное чтоб туда мула залез и громче покричал вот не иначе вообще опять же солнышки опять же металлосвязи какие-то и кто-то занимается разведением это не оранжерея но почему-то разводят растительность потому что ее мало наверное было в то время середине 19 века а вот это вот это в турции такое но как мы видим это еще и в египте говорят тартария была мудария вот это вот монолит как это сделали вот это фонтанчик когда-то он работал вот эти позе же достали пустое сфоткать нельзя пару людей запихнули как они не достают иногда то же самое деревца где это не песок это земля выжженная да глина да земля где растительность то вот эта стена где она сейчас все что напоминало о великом прошлом все уничтожено стерто а это египет александрия где вот это все нема ссылочки на фотки могу оставить в описании ну это не нужно где я беру оригинал и я уже показал то же самое вот красотень то это иерусалим алекса что мы здесь видим мечеть так называемое место для помолиться чтобы постоять раком и побиться побиться лбом о пол а вот это кругляшок зачем это даже не почти сходящийся резонатор это такая антенна есть вид антенны это просто кругляшок это другой вид резонатора это для связи есть есть такая контурная антенна она может быть прямоугольная вот это большие такие вот монастыри так называемые делались это вот большая стена по периметру но есть вот и такие они как вот тут кругляшки они как полу сходятся тоже вид антенны ну а это вообще это резонатор он может быть шестиконечный звезда давида он может быть пятиконечный бывают такие фотки наверху вот ну пентаграмма наверху вот вот купол и пентаграмма не все успели затереть на некоторых старых фотках отлично все видно есть ролик прекрасное далеко смотрим кому скучно могут не досматривать я люблю длинные аналитические ролики опять вот это одни и те же позеры везде но это вот это мечеть алякса это вот святое святых для всех иудеев почему-то и мусульман в то же время одновременно но тут какие-то странные окошечки непонятно куда идущие пустости и тут вот четко четко это 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 не краска сейчас покажу вот она мечеть алякса вот так вот тут вот красное вещество было вот это резонатор это может быть крестик крестик идущий вот так крестовидная фрактальная антенна это может быть такой резонатор не важно вот тут тоже случайно да вот эти вот линии вот оно о чем это говорит изменение цвета вот там где вся растительность вот это что за столбик что здесь стояла перед а здесь что-то стояла и и отличное качество фотографий так вот на мой взгляд это откопали по этот уровень по этому изменению цвета у кого какие еще версии пишем в комментарии вот это все было закопано объем работ земляных просто поразителен вот это уже ближе к истине тут молятся скажем так но почему-то просто молятся без этих вот тип зонтиками тут уже вот это уже похоже на истину что имею ввиду это что самая стена плача или другая вот кто специалист вот такое есть в стене плача вот вот это уже это значит что растительность берет свое у нас если забросить гараж какой-нибудь так там года через два уже точно растет маленькая такая березочка на крыше каким образом птичка покакала с семенами еще что-то либо ветром донесла не знаю вот здесь нечто похоже значит забросили некоторое время и оставили как как есть значит что это было заброшено уничтожено взрывом прочее запустение потом это как-то растительностью занесло и потом уже это место вдруг резко стало святым вот святое прям нужно вот лбом там потыкаться в него и так далее прям вот резко наверно потому что вот растительность проросла больше не росла я не знаю почему вот у кого есть какие версии почему эти вот люди в рясах и с бородами считают какие-то определенные места святыми пишите в комментарии я не знаю я не религиозный человек я верующий да и вот религиозность оскорбляет мои чувства верующего у меня иные сразу дисклеймер вот мои чувства верующего любая религия оскорбляет тут девочки а вроде правоверные иудеи только вот мальчики могут подойти к стене вот судя по некоторым филейным частям хотя глубоко пофигу я смотрю на другое я смотрю на то что вот судя по этому это место стало святым очень резко и очень недавно опять эти позеры вот судя по этому это мусульманская страна судя по этому это европейская страна а вот судя по этому это тоже очень глубоко европейская страна отличное качество фоток но это резонатор rose windows европейский но в тюрбане христианская мусульманская то есть они еще не определились вот это явно вот это как католический собор вот это явно не для вот этих вот недоросликов красота просто красота фото нет 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 где какие мысли воин зачем вот эти кругляшки для помолиться красота и и зачем их потом на полумесяц поменяли если вот это истинное изображение религии древние то кто его потом подменил вот это оскорбляет мои чувства верующего кто придумал религии вместо веры кто исказил правоверную веру кто вместо фрактальных антенн крестиков поставил вот вот это вот с кривой прикладинкой за каким-то органом то же самое естественно вот это все для помолиться ну вот естественно а что у нас наверху нихрена у нас наверху шарик как и на в сан-франциско на фотографиях шарики нету крестиков нигде от слова совсем что нам скажут специалисты по религиям где там эта вера зародилась распространилась вот куда делась вся растительность вопрос это ж явно для помолиться вот это все а что ж тогда последователи это религия забросили все это и это для помолиться а это для воды это не волновод я конечно же ни разу потому что прямой он должен быть подстроенный под частоты поэтому здесь все рассчитано ничего случайного нет это будет для воды то что можно трубы делать и то что воду можно брать из-под ну ближе были же колодцы нет что-то не вяжется пишем свои версии зачем нужно делать вот такое причем иногда на пустом месте ни в начале ни в конце никаких источников воды нет чаще всего у кого какие мысли это тоже заброшенное место для помолиться и ветром тут надул сдуло камни вот эти сдуло а вот эти не сдуло но бывает то же самое то же самое это просто для воды сверху а потом ну сдуло солнышком припекло расплавило а некоторые камни сдуло вот эти вот вот они так и валяются причем ветер странный сверху эти камни многотонные сдул а вот эту вот землю не сдул странный какой-то ветер тут то же самое странный ветерок как-то выборочно вот это вот было какой-то пирамидкой он раз сдул камешки вот и раскидал их так странно в пятнашки наверное играл этот позер тоже ну зачем пустую делать фотку когда можно себя сфоткать причем форма у них всех одинаковая именно форма не одежда им всем выдали женщинам одинаковое платье а мужчинам одинаковое ведь и вот позеров и возят везде они везде с местными становятся типа типа они тут гуляют это для отметки что это вот этим сделано человечком вот то же самое камешки о чем это говорит о том что это не всегда было под водой не всегда сначала было чем-то потом это все как-то вот кто-то поиграл ветерочком подул солнышком припекло а потом ямочка образовалась и водичка туда залилась не иначе а вот что там дальше хороший вопрос почему крыши такого большого сооружения снесены и где остатки стропилы всего прочего и это вот почему такие кубические наверное чтобы когда стреляют пули рикошетили да но все же от пули все же пули не было да и почему кто не сделал пробой когда штурмовал ну сейчас же все заброшено явно штурмовали а посшибал вот эти вот башенки и чем их можно посшибать потому что чтобы ядрышком это сбить во первых оно не будет вот так как срезано во вторых это сколько ядер нужно и почему все эти ядра посшибали вот эти вот зубчики которые с определенной частотой идут опять же ни разу с энергетикой не связано и ни одно ядрочка не пробило стеночку там ни одной царапинки на стене нет а вот сверху посшибали кто-то пом 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 выборочно чудеса ну с божьей помощью мы это все загадки разгадаем опять эти позе опять вот это вот остатки статуи это не статуи но вот эта статуя за ней голова а этот на статуе вообще сидит тут очень интересная вещь есть полукруглые опять же как московском метро вот сталинские строители не могли сделать ничего кроме как скопировать египетские такие вот полукруглые хрени это тоже не резонаторы друг на друга стоят настоящую волну делают нет это просто ну вот ну вот много камня было а давай-ка мы там вот такую выемку сделаем и все и тут то же самое но тут немножко оплавлено вот так вот вот так срезано ну вот так шло что такой большой ножик часть он срезал часть вот тут прорезал в скале или это все-таки солнечком напекло кто что думает в комментарии ну я уже больше часа триндил но у меня фоток еще немерено таких то же самое то же самое то же самое вот это вот что такое это естественно для подпорок чтоб крыша лучше стояла а почему они так все резко закончились а вот вопрос и вот это вот какое землетрясение такое вот так вот все срезано а где крыши то а нету крыши но она была безусловно была а зачем это все было то есть вот тут вот не было вот как здесь лежало что-то и проводило некие энергии нет камень же не может энергии проводить у нас же единственная энергия это лепестричество а вот это вот такие же ступеньки как в амфитеатре ну конечно же здесь люди сидели а вот тут просто было здание а потом это все кто-то куда-то раз упс ну вот исчезло бог дал бог взял однозначно никаких вариантов это стамбул библиотека но лица там не стамбульские одни и те же один тот же мальчик что и в александрии одни и те же девочки потому что тот кто масон который все это делал для отчета королевич не как все это идет семьей туда поехал все казалось бы хорошо именно так все ездили на лошадях но вот тут тут явно не свечки были явно не свечки тут светили и не бурдил жиром и здесь то же самое Турция но какой-то средневековый замок да надо же однозначно тамплиеры а вот это все фортификации да а вот тут дом рядом стоит просто ну это для того чтобы наверное штурмовать было проще забраться в этот дом потом из окна просто перепрыгнуть на стену на ограду ну однозначно ничего не понимали вот такую хрень построили а рядом прямо дом чтобы лучше штурмовать а ворота утопили ну так строили чтобы сложнее было вот ворота штурмовать вот этим вот колом таким здоровым нам же показывали в фильмах ну вот чтобы и сложнее ему туда вниз попасть было да да не иначе не иначе не иначе Турция да дел я видео про этот странный столбик и тогда все было тут иначе но ограды уже были потому что ограда была изначально плитки никакой все в грязи все в грязи не успели еще грязь убрать то есть это не всегда было так из египта притащили вот это вот а грязь убрать забыли и вот это освещение но исключительно для свечек только для свечек и никак иначе вот это вот семейка она меня достала позирующая просто достала она везде просто везде просто везде мать их путешественники первые аж завидно слов нет одни эмоции и здесь то же самое ну вот плохо видно но по-моему вот но нет вот этого полумесяца наверху нету и грязь грязь то же самое турция то же самое место благодаря отличнейшему качеству мы видим что солнышко щелевые антенны большой купол с резонаторами под углом собирающий все вибрации вот оно и ничего подобного никакого подобия того что сейчас на шпилях там стоит никакого подобия я показал что сейчас там наладил вот что стояло просто шпиль чтобы принимать вот тут вот определенную жидкость красного цвета и опять же никакой брусчатки потому что это сверху вот тут была тут грязь достала эта семейка но изображение понятны вот красота белое лицо белое старое здание а тут вот арабская вязь краской краской нигде нет выбитого такой вот арабской вязи если они могли как в египте изображение делать вот такие вот прям выпуклые объемные каких-то богов якобы и прочего да то что здесь вот светится и почему нет нигде вот такой вот арабской вязи если арабскому языку по официальной версии там две тысячи лет или сколько там неважно нигде ни в одной мечети так называемые нету вот такой вот выбитой в граните ни одной старой фотки как в одном мультике подозрительно что это опять вот это вот череда камней более твердый более мягкий это все как на в аляксе как в турции прочее вот это вот колонны только для помолиться да вот это вот металлосвязь идет ну вот сюда же нельзя свечки прилепить надо же вот тут жопа здесь что-то светилось наверное лампадка кодила либо просто цепь строители оставили с купола прям с центра торчит ну бывает забыли ну вот ну видно же вот это что такое там еще какая-то решетка подвешена ну в общем так строили так строили а вот это вот просто для обороны просто для обороны тоже с энергетикой с волнами стоячими никак не связано это просто для обороны вот это вот тоже просто для обороны деревца молодые посажены свежепосажены ну так получилось ладно я уже час двенадцать тут говорю достаточно на сегодня хотя у меня еще есть бангкок хотя можно и добить его слоны естественно только так работают да вот это все только для помолиться вот этот вот мост как в англии как в германии как в россии в сингапуре построили злые колонизатор приехали как давай такие европейские дворцы строить в середине 19 века массово причем как давай металлоконструкции все из англии все из англии большой мост построенный самый большой через ганг я сделал ролик о нем я там был возле него все из англии сингапур еще одно здание которого сейчас нет вот это только для газет а вот это ну так получилось причем что наверху никто не показывает стелла обелиск сингапур из египта привезли сто сорок шесть процентов из египта ну это бангкок это все сделано вручную из бивни мамонта вручную а мамонты причем в сингапуре водились в соседнем то же самое в шанхае это все сделали вот те люди которые я сейчас покажу вот это конечно же под парусами ходили вот это все сделали только для помолиться и только те люди вот эти люди все конечно хорошо но вот сомневаюсь что вот в эту пагоду привезли вот эти машины из англии да вот это вот только сделано вручную кузнецами на коленке ага пожарная команда смотрим где шанхай китай но вот эти люди на китайцы вообще не похожи то есть даже пожарная команда вот с этим вот с этой помпой там она не вручную была поверьте раз два три четыре пять даже пожарная команда была белая а не вот эти вот люди вот этим людям даже пожар тушить не могли позволить а белое население было везде нам сейчас втирают что это не так так хонка помпа что такое ханки памп тоже интересная вещь как она работала заводная энергия везде была все еще была опять же пожарная команда их много издание ни разу не китайские соревнования пожарных то есть пожарных белых было полно местных даже к этому и вот тут везде местные то есть поверить что там только дипмиссия была и военные да сколько же военных взяли белые жили по всему миру а нам об этом не сказали тут еще много чего интересного можно сказать но сам посмотришь да вот это все естественно только под парусами ходил и вот это и вот это немаленькие такие и только на угле вот эти вот все здоровые пароходы вот эти трубы только для угля никак иначе никакой там как у паровоза свободной энергии которая чем-то нагревалась а потом да пар крутил но пар то образовался только из-за угля причем месторождение угля было мягко говоря мало и как-то нужно было из одного порта в другой перевозить везде ж был уголь везде и в штатах и в китае другой вопрос что почему-то в двадцатом веке все угольные месторождения начаты эксплуатироваться шахтным способом в основном нет углях было полно везде только на угле все то же самое вот такие вот здания это вот исключительно колонизаторы построили вот такие здания в гонконге вот колонизаторы ничем не занимались вот только как облагораживать обучать местное население строить там все причем никто не знает где эта школа где эти технологии где эти места выработки нигде нет ни карьера ни каменного ни оборудования которым вырезали вот такие филигранные шпили нигде Гонконг клуб телеграф телеграф принцесса как в Индии но это Гонконг и как в Англии но это Гонконг кто построил злостные английские колонизаторы они не спаивали не устраивали опиумные войны они не выдаивали они не резали как не устраивали геноцид как сипаев в Индии нет они только строили мы об этом конечно не знаем мы не знаем где эти инженеры строители мы не знаем где это технологии оборудование повторюсь но это ж они все построили то же самое для помолиться злостные колонизаторы складываем цельное видение цельное зрение цельное сознание враг нас разделил восстанавливаем целостность логикой вопрос с чего начинать возвращаясь к началу с логики помочь восстановить логики и целостность Гонконг масоник Ложа Цитланд не важно масон приперлись в Гонконг и в Шанхай и как давай вот такие вот кладки строить вот как давай вот такие турникеты парапеты на разных уровнях как давай вот такие здания строить везде на местах силы на холмах более-менее европейские а потом раз и резко вот так все исчезли и никто не знает куда делись вот все эти здания почему-то в Китае сейчас не найти в Гонконге куда все эти масоны делись куда все эти инженеры делись чудеса Гонконг клуб Германия все конечно замечательно что мы здесь видим так строили первые этажи закопаны уже есть какая-то кладочка молодые древца но вот это здание пирамидальной формы но хотя с окошками камеры фотографий комнаты фотографий Гонконг это Гонконг это не Дрезден не Мюнхен не Питер не Москва Гонконг Карл ты можешь поверить как нам все мозги промыли Гонконг Гонконг вот эти люди построили вот такие здания и забыли как это делать ну бывает амнезия на одном канале тролля говорят что это картошка все сделала есть такой канал троллевский разгадки истории я по нему пройдусь попозже говорят картошка именно из-за картошки мы все забыли там есть несколько таких шедевральных видео вообще пожать так вот одно из них картошка все из-за картошки стерла упоминание о свободной энергии картошка уничтожила население леса затопило первые этажи это все картошка мы ничего не помним из-за картошки причем в архивах все почистил тоже картошка крутой канал раскатки истории рекомендую там женек жжет просто причем я ему писал в личку говорю ты че молчит точнее не молчит обзывается но я не буду это в эфире говорить все сканы логии письма не чуть позже поразбираю почти гнатенко он тоже жжет конечно из троллицких каналов вишенка на торте это только плюс только в минус смысле о гонконг еще одно здание где оно сейчас злостные эксплуататоры колонизаторы приперлись построили такие здания вот эти и чтобы стереть память о злостном колониальном прошлом продвинутые мао дзе дунисты все снесли все нахрен снесли замок дугласа какой дуглас в гонконге жил но тут не только замок один тут еще вот это вот таких мест полно со свежепосаженными гонконг злостный колонизатор не нашел ровной площадки выкопал себе место для пьедестала как-то сделал монолитный пьедестал и свою статую поставил на она даже ну наверное колонизаторы еще и леса все вырубили гонконг тайн холл коннекты то есть колон обсерваторе это холл времени тут вот такая структура напоминающая мачту с реями еще раз возвращаюсь к вопросу ведь только под парусами ходили это никак с энергиями не связано здание европейского типа здание посвященное исследованию времени времени таймхолл а таймбол то есть это шар времени кто ничего не понимает я ничего но я знаю что со временем работы были и системы оздоровления системы обучения система резонанса системы омоложения даже это все было я это знаю помню и обсерватория колонна обсерватория что там наблюдали обсерватория это не астролябия и прочее сейчас обсерваториями называют когда смотрят в небо это не так наблюдать там можно и за другими вещами не обязательно на небо на небо смотрят в других помещениях это целенаправленно целевое построено помещение и тут наблюдали за временем вот по субъективным ощущениям сканирование тонкого плана это вот реально таймбол там тоже жидкость красного цвета немножко с добавками этот шпиль и там иначе текло время там наблюдали за другими вещами как и в миноретах минорет и вообще это станции обнаружения это не радары дальнего оповещения которые автор вторжение в атмосферу говорят а это источники радиации в дальнем космосе и как бы это фантастически не звучало у меня есть доказательства тому как-нибудь сделаю ролик опять же железная дорога вот это вот так вот идеально все сложили из камня только злостные колонизаторы ведь до этого железной дорог не было англичане приперлись и везде построили железные дороги массово причем за 10 лет в России построили железные дорог больше чем во всем СССР БАМ весь построен почти там параллельно строили КВЖД была такая это еще дальше в Корею была проложена железная дорога все злостные цари за несчастные несколько там за 20 лет больше 6000 километров железной дороги построили с мостами железными и так далее это не то что вот были мосты не 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 это все с нуля сделали в Сибири сейчас сразу попробую тянут десять лет с огромными бабками и то не очень успешно чудеса хайлевл трамвай трамваи тоже на угле все на угле вот это все на угле никакой свободной энергии вот это все построили только для трамвая на одном армане вот эти балки только для трамвая такая тяжелая была ситуация с транспортом вот эти вот этих людишек так возить нужно было срочно что вот такие вещи построили для того, чтобы там несчастные 2,5 чайной ложки этих людей, трех человек провести. Ну, трамвай же, ну, трамвай же. Потому что на рикшах они не могут ездить друг на друге. И на осликах. Нет, нужен трамвай высокотехнологичный, вот с такими балками, где-нибудь такие, ну, наверное, кузнецы местные сделали. А, нет, с Англии привезли, с Англии. И вот это все, это базальт. Они порубили мачете, или как там он называется у них, такие вот эти, гитаганы, или как там. Исключительно. У кого есть другие версии, пишем в комментарии. О, фонтанчик. Фонтанчик в Гонконге исключительно качался осликом. Вот там вот где-то сзади всегда у каждого фонтана и хреново туча на фотках. Ослик, наверное, был, и который крутил, вот так по кругу ходил. Это все как-то передавалось через ременную цепь, иначе... А, из кожи буйвола это сделано, ременная цепь была. Вот. И помпа качала вот постоянно, чтобы вот такой поток был. Никакой свободной энергии, никакого завихрения энергии естественным путем. И вода просто следует, она следует за энергией. Нет, 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 нет. Там все было без насосов, на самом деле. По свободной энергии. Природоподобно. И вода была оживительной, целебной, что все вот так цвело вокруг. Нет. Ослики. Ослики крутили ременные передачи. Деревянные. А еще, возможно, паровая помпа была. И там постоянно подтаскивали уголь. Вот. А такие вазы поставили, ну, привезли. Привезли из Греции. Вот. Угадал. Вот такие люди. Фермер с плугом китайский. Вот они построили все то. Вот эти вот фонтаны, вот эти вот дома, да. Они были чернорабочими. При высококвалифицированных инженерах, наверное. Да. И вот они все построили. Они. Вот такие вот 30-метровые колонны. Дома европейского стиля. Все они. Деревьев нет, но уже город выстроен. Странно. И тут то же самое. Каменная обработка. И вот деревяшки сверху. Надо же. Удивительно. Вот эти вот монахи шаолинские. С не очень китайскими мордами лиц. Вот это вот, например. Вот этот вот. Вот этот вот. Белые морды лиц. Белые. А потом уже пошли мутации. Потом уже заполнение. Потом уже почему-то белых становилось все меньше, меньше и меньше. Ну тут армию выстраивают. Да, вот это вот. Вот эти люди вот с такими армиями. С деревянными какими-то. Построили вот такие стены. Исключительно. Да, плац построили, стены построили, европейские ружья поставили, а стоять ровно забыли. То же самое. На плацу тренируются. А деревьев нема. Свежие поставили. Еле посадили в ряд. Свежевысаженные. Китайская стена. Первые фотки. Вот тут дырочки. Тут что-то подходит. И тут что-то подходит. Странная стена, к которой широкие проездные дороги идут. Которые вот на лево идут, направо и так далее. Может все-таки это волновод, потому что вот тут упирается куда-то. Если вот это для телеги, дорога, то зачем вот это вот упирается? А почему вот тут такие в полу роста насквозь? Вот мне ничего не понятно. Какая все-таки цель строительства этой стены? Пекин. Не около Ханкова. Великая стена. Вообще без понимания. Без понятий. Какие-то есть мысли, воин? Пиши в комментариях. Да. Вот это вот не круглые резонаторы все по одному типу. Нет. Тут просто все решили помолиться. Строить такие сложные сооружения. Вот с такими вот. С одинаковыми символами. По сути. Только лишь символизирует что-то. Это никакого технического значения у этих резонансеров. И все решили молиться на кругляшок. А потом только начали придумывать. Ну, думают, что мы на одно молимся? Давай-ка на разное молиться. Наверху у всех был кругляшок. Это потом что-то все передумали. Кто у нас специалист по религии? Пиши в комментариях. Аналогично. Построили такие вот вещи везде. Только для помолиться. Ну и тут, кстати, вот выжили каким-то образом деревья. Вместе с зданиями. Здания целые. Видимо, горы прикрыли от удара. Замечательные тут. Вот это просто сидушки. Это просто сидушки. Никакого другого объяснения нет. Это не кнопочки, типа, как на большом устройстве. Нет. И это, ну вот в хозяйственном, да, такие большие чаны. Это только для религиозных целей. Поменьше каких-то тазиков не нашлось. А аналогично. Что это такое? Это только потому, что под духов призывать. Ни больше, ни меньше. Вот. А эти люди, Пекин, колодец. Они строят колодец внутри уже построенных сооружений, стены. Один уровень. Одного уровня стены. Другого. Еще что-то. И они строят колодец. То есть они построили все вот такие вот огромные каменные сооружения без системы водоснабжения, без воды. Ну, забыли. Ну, бывает. И потом строят колодец не из того же материала и в том же стиле, а из какой-то, извиняюсь, говной палок. Даже не извиняюсь. Это реально говной палки. Ну, забыли. Ну, бывает. Бывает. Ну, так строили. Вот построили и забыли про систему, про источник воды. Ну, бывает. То есть пока строили, не в туалет никуда не ходили, не пили ничего. Световым духом питались. Ну, понимаю. Ну, бывает. И решили построить колодец из говной палок. Все бывает в этом мире. Фантастики просто нет. Ничто не фантастично. Верю. Вот на таких вот камеллах. Пекинский верблюд. Вот на таких вот, вот такие вот дома и сооружения строили. Возили строиматериалы. Вот на таких вот замухрышках. Полутораметровых изможденных созданиях. Никак иначе. Другого объяснения просто не бывает. Официальная версия ничего другого не скажет. Китайские женщины. Вот они решили, что такими будут китайские женщины. Вот тогда они решили, что они так будут выглядеть. Причем вот это примерно, как и у русских. Такие холчовые ткани с такими же узорами. Это потом только придумали свои. А тогда еще фантазия была не очень проработана. Сказали, что вот ты будешь китайцем. Вот у тебя будет вот такое все. То же самое. Японки, китайки. Вот такая будет китайка. Все. Китайская женщина. Причем часы не китайские, а европейские. Диван. Здание. Ну, чуть позже покажу еще здание. Вот от такой платья. Вот решили, что вот это платье будет китайским. Как индейцев делали, как русских делали, как китайцев делали везде. Вот теперь у тебя будет традиционный язык. Традиционный наряд. Вот это ни разу не свастика. Нет вообще. Будем делать все китайское. Причем еще от японского никак не было не отличить. Тут уже немножко все иначе. Вот тут европейское, а тут уже получается китайское. Уже начали вводить китайское. Ой, сказочники. Вот тут вот сзади вполне европейское себе столб. Но уже китайское все появляется. Причем еще не с орнаментом, не с платьями. Это вот почти как у индейцев. Первые индейцы копия китайцев. Ну, копия вот по внешнему виду. Бывает. Да. Европейское здание, дом абсолютный. Ну, женщина китайская. Вот решили, что вот так вот будет выглядеть китайская женщина. Причем еще единого стиля не было. Еще не определились, как будет выглядеть китайская женщина. Захватчики. Но уже были попытки вот ввести такое понятие, как китайская женщина. И тут то же самое. Это исключительно китайский быт. А вот эти вот чашечки, чашечки, исключительно в бытовых целях местные кузнецы сделаны. Вот тут из камня, тут из железа. Наверное, чтобы удобнее женщинам было в них стирать. Точно. Чтобы они были сильные, накачанные. Они, правда, все равно недостаточно накачанные. Но подвое пытаются передать. Никаких приспособлений нет для того, чтобы... Это ни разу не резонатор для того, чтобы создавать вот как колокола. Широкую сферу, силовое поле. Нет. Это просто для постирать сделали. Кузнец на коленке. Без вариантов. Так, это может продолжаться до бесконечности. Да, вот тут жир был плавал просто. И светильнички такие. Они ни разу не сами не светились. Нет, это вот... Ну, жир здесь плавал однозначно. Как я здесь? В общем, час 37. Сомневаюсь, что кто-то до конца досмотрел мою болтовню, но это может продолжаться долго, почти вечно. У меня этих фоток накачано достаточно много. Как развиваться, с чего начинать, с мозгов. Выручалка, как в мультике. Вот, говорят. Мудрый ежик. Смотри, изучай источники. Вот вперед. На сегодня достаточно добра, воин. Лучшее, конечно, впереди. Будь со мной, воин. Будь со мной.